Совсем скоро куранты пробьют полночь, и это будет наш маленький тест. Умеем ли мы просить у Вселенной так, чтобы наше желание сбылось? Умеем ли мы загадывать, заказывать так, чтобы нас услышали? И, на всякий случай, я решила составить для вас этот хит-лист пять важных моментов, которые нужно учитывать, загадывая ваше новогоднее желание. Лайк, если тема актуальна. Подпишитесь на мой канал, чтобы все ваши мечты сбывались в Новом году. И, конечно, включите оповещение, нажмите колокольчик, чтобы мы с вами общались в прямом эфире, чтобы вы всегда видели, когда я выхожу на связь или когда у меня выходит новое видео. Пять важных моментов, которые стоит учитывать, загадывая новогоднее желание. Первое золотое правило. Никаких заветных желаний. Вот это вот самое-самое, самое важное, самое святое, самое заветное, которое именно в полночь я говорю из года в год, съедаю там килограммы пепла, запиваю литрами шампанского, чтобы только это сбылось. То самое желание, ради которого я готова отказаться от всего, от всех других. Вы признайтесь, у вас же есть такое. Вот у вас сто процентов есть вот это пресловутое заветное желание, которое из года в год вы загадываете и из года в год обламываетесь. В этом и подвох. Никаких заветных желаний. Почему? Потому что одно единственное, самое важное, самое главное желание создает что? Идеализацию. Создает избыточный потенциал, огромную важность. Запомните, сбываются желания о неодержимости. Если вы одержимы идеей замужества, идеей денег, идеей детей, идеей славы, да любой идеей, вы автоматически ставите крест на исполнение этой идеи. Потому что одержимость нам в этом вопросе не помогает. Гораздо проще, если вы скажете, я хочу иметь все и сразу. Мужа? Да, конечно. А еще деньги, и детей, и путешествия, и то, и все, и пятое, и десятое. Поэтому для того, чтобы ваше желание сбылось, не делайте огромную ставку и огромный акцент на какое-то одно желание, на какую-то одну цель. Если у вас она есть, если с годами у вас она уже как мозоль натертая болит, попробуйте для разнообразия в 12 часов ночи сказать себе, я хочу быть счастливой, независимо от того, сбудется это желание или нет. Я готова научиться быть счастливой уже здесь и сейчас, даже пока это желание еще не стало моей реальностью. Вот попробуйте таким образом немножко сместить акценты, сместить цели, и вы увидите, насколько проще будет сбываться то, о чем вы мечтаете. Вообще учиться работать с идеализациями – это очень крутая практика, потому что действительно Фаина Раневская была права – все сбудется, стоит только расхотеть. И вот в этом расхотеть очень часто заключается проблема. Если у вас есть такая проблема, я вас приглашаю на мой новогодний марафон с новой жизнью. Мы начинаем 10 января, все подробности, программа и регистрация по ссылке в описании к этому видео. Второй секрет новогодних желаний. Старайтесь загадывать желания из любви, а не из страха, из радости, а не из боли. Действительно, желания бывают двух типов. Те желания, в основе которых лежит ваша любовь и радость, обычно сбываются очень легко – за полгода, за год, практически никаких даже особых секретов и техник для них не требуется. А вот желания, которые у вас вырастают из боли, как правило, сбываются очень долго, очень сложно, а то и вовсе не сбываются. Типичный пример желания из боли. Хочу выплатить долги. Почему не хочу стать богатой и жить в изобилии, наслаждаться покупками, тратами и так далее. Типичный пример желания из боли. Хочу выйти замуж. Почему не влюбиться взаимно в прекрасного мужчину, строить с ним счастливые отношения? Хочу замуж – это, как правило, из боли. Хочу выплатить долги – это, как правило, из боли, из нехватки. И таких вариантов желаний очень много. Если вы хотите проверить себя, во-первых, спросите, как долго мое желание уже не сбывается. Если больше года, значит, скорее всего, оно из боли. Во-вторых, спросите, зачем мне это нужно? Зачем мне нужен миллион? Зачем мне нужен муж? Зачем мне нужен ребенок? Зачем? И если вы признаете себе честно, что мне это нужно, чтобы чувствовать себя полноценной, чтобы чувствовать себя счастливой, чтобы перестать быть одинокой, чтобы перестать стыдиться себя, чтобы доказать моим родителям что-то, чтобы быть не хуже других, это все разновидности и варианты желаний из боли. И тут я вам искренне желаю, не заказывайте вы себе обезболивающее, закажите себе исцеление. Например, я в прошлом году рассказывала, что у меня долгие годы не сбывалась цель миллион подписчиков на ютубе, я хочу миллион подписчиков на ютубе. И когда я задалась вопросом, а зачем мне это нужно, я поняла, мне нужен миллион подписчиков на ютубе, чтобы доказать себе и всем вокруг, что я талантлива. Как вы понимаете, это желание из боли. То есть типа вот полмиллиона подписчиков не доказывают, что я талантлива. Именно миллион докажет. Но вы знаете, что произойдет? Когда будет миллион, мне снова станет мало. Моему эго, моей травме снова станет мало. Он будет просить еще, теперь нужно 2 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов. И никогда мне не будет достаточно. Никогда этот голод не будет удовлетворен, сколько бы людей не подписалось на мой ютуб. Потому что это не желание, это боль. И соответственно, в этом году я заказываю не заткнуть мою боль миллионам или тремя миллионами подписчиков. Я выбираю исцелить эту боль. Значит, желание свое я формулирую так. Я хочу осознавать свой талант, наслаждаться своим талантом и верить в свой талант, независимо от того, сколько людей подписано на меня и сколько людей смотрят мои видео. Попробуй и ты свое желание переформулировать так, чтобы исцелять свою боль, а не обезболивать ее. Третий секрет. Всегда заказывай конечный результат, а не способ достижения цели. Например, если тебе нужен дом, ты просишь дом. Не деньги, не кредит, не ипотеку, не возможности, а дом. И постарайся как можно меньше думать головой о том, как мое желание может сбыться. Не думай, ты все равно не придумаешь. У тебя в голове нет этой информации. У тебя в голове должно быть только осознание конечного результата. Что я хочу получить в итоге? Что мне нужно? И зачем? А уж как? Это вопрос к вселенной. И это те подсказки, которые ты услышишь от вселенной. Слушать подсказки мы тоже, кстати, будем учиться в моем новогоднем марафоне с новой жизнью. Для этого мы будем отключать голову и уходить в тело, и учиться слушать ощущения своего тела. Потому что именно тело в правильном состоянии может привести нас к исполнению наших желаний. Вот вам, кстати, еще один секрет. Сбываются нежелания, сбывается состояние. И отсюда четвертое правило и четвертый принцип. Когда ты формулируешь желание, постарайся думать не только о картинке визуальной, которую ты представляешь. Постарайся очень-очень фокусироваться на ощущениях своего тела. Какие эмоции вызывает во мне то или иное желание? Какие чувства пробуждает во мне та или иная цель? Чем больше ты концентрируешься на своих чувствах, чем больше ты слышишь и слушаешь свое тело, чем больше ты ему доверяешь, тем быстрее сбывается твое желание. Как это работает? Например, я думаю о том, что я хочу миллион долларов. Быть богатой, быть замужней, быть влюбленной, быть счастливой, неважно. Я думаю о своем желании, и я слушаю свое тело. Как себя чувствует мое тело, когда я думаю об этой цели? Я стараюсь максимально усилить эти ощущения, и я стараюсь вызывать в себе эти ощущения как можно чаще. Фактически жить так, как будто это желание уже сбылось, как будто я уже ощущаю его действие на мою жизнь. Зачем это нужно? Чем больше ты культивируешь эти ощущения в своем теле, тем больше тело к ним привыкает, и тем больше твое тело начинает вести себя так, как будто цель уже сбылась. Идти туда, где твоя цель может осуществиться. Находить тех людей, те формы поведения, те возможности, которые нужны для материализации твоего результата. Поэтому слушай свое тело, пробуждай в нем эти ощущения, и позволяй твоему телу двигаться в направлении твоей цели. И, наконец, пятый важный секрет. Забудь все правила. Как-то раз мы с мужем накануне Нового года поспорили. Мы загадывали желание, каждое свое, под новогодние куранты, и потом обменивались. Я говорю, я загадала тот, он говорит, а я загадал такую-то сумму денег. И я ему такую выволочку устроила. Говорю, что? Говорю, ну ты в своем уме. Говорю, так не делается. Неправильно. Нельзя загадывать сумму денег. Почитай Зеланда, почитай Свияша, спроси свою умную жену, в конце концов. Я 15 лет занимаюсь материализацией мыслей. Это ошибка новичка. Так нельзя. Я ему просто, я ему разнесла весь мозг на тему, что он неправильно загадал желание. Все, он зря выпил шампанское. Все, ничего не сбудется. Но когда прошел год, мы посмотрели на наш банковский счет и поняли, что на нем лежит именно та сумма денег, которую он загадал, я поняла, что все очень относительно. Что правила даны для того, чтобы их нарушать. И что важнее всего слушать неумных коучей, гуру, Зеландов, Вику Исаеву, еще кого-то. Важнее всего слушать себя. И если тебе хочется килограмм халвы, ну закажи килограмм халвы. Хочется миллион долларов? Ну, конечно, ты можешь посмотреть мои видео, где я обстоятельно доказываю, почему нельзя так сразу запрашивать такую большую сумму и вообще нужно заказывать конечный результат, а не деньги на этот результат. Но, блин, это же твоя жизнь. Это твой год. Это твое желание. Это твое право. Проси, что хочешь. Проси, как хочешь. И пусть сбудется. Я тебе этого от души желаю. С наступающим тебя Новым годом! Ставь лайк, чтобы твои желания осуществлялись. Подписывайся на мой канал, чтобы знать, как это сделать. Жми колокольчик, чтобы встретиться со мной в прямом эфире и обсудить то, что у тебя, возможно, не получается или непонятно. И главное помни, я тебя люблю, и ты ничего не можешь с этим поделать.